давай яйца вы видели такую курицу и тут четыре покажи лапу кто ходил считал приехала я к своим курочкам на дачу выбежали сразу когда меня увидели мороз минус 4 морозы немножечко солнышко пробивается ну что вы красотки мои красотки мои ждете привезла я им немножко вкусного остатки со стола собираю и привожу им это они любят это они очень сильно любят приехала я сегодня пораньше и приехала вы знаете даже не ради кур а ради своих котов для того чтобы привести им корм вот такая у меня сегодня поездка главное привести корм котам идем посмотрим что в курятнике а потом будем все остальное делать а вот и яйцо марана было видите было яйцо марана ну даже по следам видно кошка спрыгнула с заборчика этого и скушали вот это моя красота ради которой я приехала корм я им оставляю всегда много корма оставляю но приходят соседские коты и все естественно быстро съедают поэтому тоже они хотят кушать я конечно оставляем очень много корма но всех котов в селе прокормить я конечно не могу это марс и еще есть кошка моя а все остальные коты которые находятся у меня во дворе это соседские коты вот такой у меня красавец а вот маруся вот эта кошка умеет выносить яйца из курятника на всех дверях в курятнике у меня есть вот такой лаз и он сделан из двух шторок которые перекрывают одна и вторая перекрывает мороз который заходит в курятник сначала идет одна шторка а потом идет вторая шторка и таким образом мы перекрываем холодный воздух который идет курятник и я только сегодня обнаружила что в центральном вольере в дверях у меня лаз до сих пор не сделана вторая штора которую я убираю когда летом жарко на лето я ее убираю вторую шторку я сегодня обнаружила здесь нету во второй отсек идет мороз прямым входом то есть практически не отсекается холод и 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 Продолжение следует... И тут я увидела, что шторку повесила я слишком высоко. Надо переделывать. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Обязательно в теплицу для индюков и кур Нужно поставить ракушку У моих кур кормовая ракушка всегда есть И вот посмотрите реакция птицы на кормовую ракушку Все это очень нужно в организме Кормовая ракушка помогает перевариться грубому зерну Грубо говоря, вот этой зерносмеси Для того, чтобы она усвоилась и переварилась Она перетирает в желудке зерносмесь и она усваивается хорошо И дополнительно кормовая ракушка дает нашей птице кальций Кальций для формирования скорлупы яйца Чем чаще, скажем так, мы дадим кормовую ракушку Тем быстрее сформируется яйцо у птицы Кальций для формирования скорлупы яйца Индюки у меня находятся в одной теплице А во второй теплице у меня сидят куры И я очень, очень хочу посмотреть Помните, мы с вами их соединили В прошлый мой приезд И теперь мы сейчас посмотрим, как они помирились Все отлично? Все хорошо у вас, да? Петушок шелковый Который вылупился у нас в этом году Молоденький петушок Все остальные шелковые курочки Это прошлогодние И курочка араукана Тоже она здесь новенькая И вот они вместе, смотрите, вместе Они так и держатся друг к дружку А петушок у нас араукана Старенький, прошлогодний И обычная курочка помесная здесь живет Я думаю, что их никто не обижал Здесь тепло, хорошо Можно где погребтись Куры целый день заняты Белая шелковая работает целый день Роет вот такие ямы Видите? Работает, двигается Это очень хорошо для кур Вот такие у меня Три шелковые курочки Серенькая, беленькая И вот такая черненькая И вот такая черненькая курочка Снег Видите? На моих сапогах Я занесла снег Но у них есть вода А снег вкуснее И смотрю, что даже одно яйцо есть Представляете? Молодцы! Забираю в карман Забираю в карман Я в своих видео стараюсь рассказать все Что я делаю в курятнике Ну и показать Вот когда я приезжаю Я первым делом смотрю Может быть это кому-то покажется смешно Но я сразу смотрю В вольере на помет Состояние помета Говорит о состоянии кур Потом вторым пунктом Смотрите Видите на снегу Вот такие капли Капли крови Видите? Характер этих каплей Мне говорит о том Вот такие точечные Видите? На снегу Вот как только начинается у нас Зима Выпадает снег И вот такое может быть И это уже я знаю Из своего опыта Что это такое И сразу я решила Поделиться с вами этим Если на снегу Вы видите Вот такие точечные Вкрапления Вот Небольшие крови Это значит Что у вас в хозяйстве Есть куры У которых оперение На лапах Вот очень часто Такое происходит Именно у этих кур Это налипание На перья На лапах Снега И перышко Отрывается И в том месте Где оторвется Это перышко Естественно Будет кровоточить И теперь я занимаюсь Поиском У кого это происходит Кто у нас Ходит и метит Вот такой Вот такие следы Оставляет На снегу И смотрю На лапы Здесь все нормально Хотя Хотя нет 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 А ну-ка Стой А ну-ка Покажи свою лапу Спрятала Покажи лапу Вот смотрите Сейчас вы увидите Это Покажи лапу Вот С краешку Видите Оторвалось Перышко И оно Кровоточит У меня таких Курочек С такими Лапками Много Я люблю Таких Курочек Которых Волосатые 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 И сейчас Буду всех Рассматривать И искать У кого это Потому что Нужно Обязательно Забрызгать Забрызгать Яйцами А я Хожу Ищу Эту Курочку Чтобы Ей Обработать Йодом Лапу Вот Вот Видите Вот И Куры Начинают Охотиться За Такой Лапкой Нашла Я У кого Это Обнаружила Я Это Правильно Это Курочка Моран У нее Такая Лапка Вот Если вам Видно Кровоточит У этой Курочки Вот Так Вот Выглядит Лапа Вот Видите Это Происходит При Налипании Снега На Лапу А Потом Вместе С Этим Льдом Который Прилип К Перу Обрывается Это Перо И В этом Месте Происходит Вот Такая Рана Обязательно Нужно Сейчас Это Обработать Перекисью И Забрызгать Йодом Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Так, тут гнездо, два гнезда, ого, соломой утрамбовали, буду сейчас разгребать, вот так. О, тут красота, тоже четыре, что это за интересно, и тут четыре, в каждом гнезде по четыре яйца. Кто из вас считать умеет до четырех, а? По четыре яйца в каждом гнезде. Интересно. Убираю. Всё убрала. Вот такой слой соломы уже у нас здесь. Ничего нет. Убираю в гнезде. И пойдём дальше. Смотрите на эту громотейку. Вы видели такую курицу? Такую курицу вы не видели. Посмотрите на эту громотейку. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Видели? Курица села к дырке задом и держит это яйцо. Конечно, когда она встанет, она лапами толкнёт его, и оно покатится вот в эту дырку. Видите? Ага. Горячее. Вот такое яйцо несёт вот такая курочка. Большое. Громотейка. А я думаю, чего она здесь сидит? Уже давно сидит? Теперь понятно. На моих кур вот такая покупная попона, коротенькая. Видите? Но моя сестра уже пошила специально для таких курочек попоны. Привезу в следующий раз и поменяю ей. И у неё будет полностью закрыта вся спинка. Вот так вот. Посмотрим, что тут у старых кур. У кур тепло. Самое главное, что у кур тепло в курятнике. Всё показываю вам, как есть. Курятник у меня не отапливается. Поэтому зимой я настилаю глубокую, большую подстилку. Что у нас? У старых кур тоже четыре яйца. Ну, вы представляете, что это за заколдованное сегодня число? Во всех гнёздах по четыре яйца. Кто ходил, считал? Вот это да! Такого у меня ещё не было. В каждом гнезде по четыре яйца. Вот это да! Такого у меня ещё не было. Тут всё в этом гнезде. Вот было бы хорошо, если бы здесь было четыре яйца. В чём я очень сомневаюсь. Ни одного в этом гнезде яиц нет. Закрываю. Бункерные кормушки в этот раз я тоже не дополняю. Ничего наполнять сюда не нужно. Вот опять я вам показываю ту же самую кормушку. Ну, смотрите, на мой приезд в следующий раз. И опять я сюда ничего не добавляю в этот раз. Зерносмеси там достаточно. Иду в третий вольер. В домиках никого нет. Это домики у меня для летнего содержания. Очень они мне нравятся. Очень удобно, когда нужно отсадить петушков или же отдельно какую-то породу для того, чтобы собрать инкубационное яйцо. И как раз весной они мне для этого понадобятся. Для того, чтобы отсадить сюда курочек по породам и собрать инкубационное яйцо. Идемте, покажите, что вы тут снесли. Идем. В третьем вольере я тоже настилаю сверху чистую солому. И получается у нас вот такая вот теплая-теплая подстилка. Обязательно каждый свой приезд я контролирую наличие ракушки. Кормовая ракушка у меня в курятнике находится всегда. И вот сегодня насыпала, добавила. Скушали курочки мои, кормовую ракушку. Здесь у нас одно гнездо еще есть. Вот такое гнездо с яйцезборником. Сейчас будем смотреть, что у нас тут. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Видите? Какое-то яйцо кто-то съел. И скорее всего его съели, когда оно было в гнезде. Потому что яйцо... Возможно оно задержалось на мусоре. Да, может быть оно задержалось. И вот там под стеночкой лежало. Ну и все. И яйца нет. Так. А было бы, смотрите, 4 яйца опять в этом гнезде. Если бы вот это не разбилось, было бы 4. В каждом гнезде по 4 яйца сегодня. А здесь не нужно убрать. Пока чистила в гнезде. Разворачиваюсь. И что я вижу? Смотрите. Ну... Зеленое яйцо. Прямо вот здесь. Прямо вот здесь. Все. Яйца все собрала. И можно ехать домой. Хотела вам показать цвет яйца при дневном свете. Смотрите. Разный, разный. Зеленое. И немножко голубоватое. И вот такой шоколадный. И вот такой вот даже вот... Не знаю даже, как назвать этот цвет. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...